Друзья, вот сейчас, в пору летнего отдыха, многие используют самолет для того, чтобы полететь куда-нибудь к морям, океанам. И это очень важный, надежный и быстрый вид транспорта. Но люди боятся. Боятся не потому, что они думают, что все самолеты падают или во все самолеты молнией ударяют. Они понимают, что даже маршрутки – это самый ненадежный вид транспорта, но в маршрутках они себя чувствуют уютнее, чем в самолете. Почему? Вот здесь давайте разберем, почему они чувствуют себя уютнее. А потому что им кажется, что вот она маршрутка на земле, в случае чего я выйду. Он не додумывает, он не додумывает, что он перевернется или в него влезет камаж с пьяным водителем. Он знает, что здесь он контролирует ситуацию. Кажется, контролирует ситуацию. А на самолете он летит, как говорится, не стоп крана, никуда выйти и очень высоко прыгать. Вот здесь первый важный момент страха полета в самолетах – то, что мы как бы не контролируем ситуацию. Мы должны отдать свою жизнь на откуп этой железки, которая летает, и тем пилотам, которые управляют ей. А мы не верим ни железке, ни пилотам. Но почему же мы тогда верим этому неграмотному пастуху, который ведет эту маршрутку и этой раздолбанной маршрутке? Опять же, потому что земля рядом, потому что, как говорится, стоп кран, мы выбежали. Вот это иллюзия. Иллюзия того, что вы контролируете или не контролируете ситуацию. Давайте-ка сами с собой поговорим и своему мозгу внушим, что вы на самолете не обязаны контролировать ситуацию. Для этого есть специально обученные люди, и мы должны им довериться. Так поговорите. И это одна из проблем. Другие проблемы мы еще обсудим. И обсудим, как решать эти проблемы. А вот сейчас вы просто подумайте, где вы контролируете, где не контролируете, и почему это для вас важно. Подписывайтесь на канал, обращайтесь ко мне. Задайте вот этот сакраментальный вопрос. Почему вы боитесь отдать контроль специально обученным, хорошо обученным людям? На связи.